Я приветствую всех, кто только что включил наш канал и мы продолжаем выпуск. Порядка 200 североказахстанцев, работающих в сфере здравоохранения региона, привлекли к административной и дисциплинарной ответственности в текущем году. Такие данные озвучили на заседании Общественного совета по противодействию коррупции североказахстанского филиала партии Нуратан. Подробности далее. На повестке дня выполнения государственных программ обсуждения начались ситуации в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Информацию озвучил помощник прокурора области Самат Семербаев. По итогам проверок в этом году выявлен ряд нарушений. К примеру, в Есильском районе уволен руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Был заключен договор между данным отделом в лице руководителя и индивидуальным предпринимателем об оказании услуг по сервисным обслуживанию локальных водоисточников системы очистки воды за счет бюджетных средств. При этом было установлено, что услуги по сервисным обслуживанию локальных водоисточников системы воды не являются услугами, осуществляющиеся в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместного совместного оборудования и технологий. А дальше разговор уже о выполнении государственной программы АКБУЛАК. В нынешнем году в регионе по водоснабжению реализуется 31 проект на общую сумму 3,2 миллиарда тенге. Работу начали в 2014-м. Помимо реконструкции разводящих сетей, в области ведется строительство двух групповых водопроводов – Соколовского и Бресновского. 56,5% в области население будет обеспечено чисто пятиводов. Тендерами, которые проводились в линии АКБУЛАК, мы тщательно готовились, тщательно это проверяли, поэтому нарушение антикоррупционного законодательства это не было замечено. Детально члены совета обсудили вопросы развития в регионе сферы здравоохранения. Результаты проверок в медучреждениях неутешительны. С начала года здесь выявили 423 нарушения. 71 работник привлечен к дисциплинарной ответственности, еще 132 – к административной. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.